Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы – «Как сбросить лишний вес летом». На календаре – третий летний месяц, а многим так и не удалось пока сбросить лишний вес. А все потому, что те килограммы, которые мы с таким удовольствием наедаем месяцами, а то и годами, нельзя волшебным образом уничтожить за пару месяцев. Но есть и отличная новость – лето продолжается, а это отличное время для того, чтобы продолжить работу над собой. Летом проще перейти на более легкий диетический рацион. Именно в этот период созревает большинство овощей и фруктов. Они обеспечивают нас всем необходимым для здоровья – витаминами, макро- и микроэлементами и содержат мало калорий. Но как же правильно питаться летом, чтобы похудеть и при этом не быть голодными? Каким блюдам отдавать предпочтение? Обязательно ли заниматься спортом, чтобы сбросить лишний вес? Об этом и о многом другом буквально через минуту расскажет врач-специалист. Летняя духота и зной делают свое дело. Наш аппетит уже не тот, что зимой, осенью или весной. Мы, сами того не замечая, потребляем меньше калорий, начинаем больше пить. А еще совсем не хочется всего тяжелого и жирного. Вместо наваристого борща многие скорее выберут окрошку, а пирожному предпочтут фрукты или арбуз. При работе в жару желание перекусить практически не возникает. Это и способствует более эффективному снижению веса летом. Итак, тема нашей сегодняшней программы «Как сбросить лишний вес летом?» Уже начало полезной информации положено, но продолжит разговор на эту тему наш врач-эксперт, врач-диетолог Антонина Васильевна Совалюк, главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава Новгородской области. Здравствуйте, Антонина Васильевна. Здравствуйте. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Может быть, немножко опоздали, может быть, надо было в начале лета начать эту беседу, но никогда не поздно. Потому что сейчас уже арбузы начинают поспевать, вот именно те, которые вы всегда рекомендуете нам есть. Вот не те ранние, да, вот именно те, которые уже созрели самостоятельно на Бахче. Но не только об арбузах сегодня пойдет речь. Я уверена. Да, конечно. Мы и в начале лета о многих полезных вещах поговорили, и сейчас совсем не поздно. Я считаю искренне, что если вы решили сбросить вес, то любой сезон, любое время года для этого идеально. Но, тем не менее, есть свои особенности, конечно, в каждой сезон. И у нас, когда резко отличается содержимое нашего холодильника, наших шкафов, буфетов и наших тарелок от того, что мы можем туда положить весной, зимой и осенью, и летом, конечно же, самое разнообразное, самое благоприятное время для того, чтобы у нас была здоровая еда, самая свежая, насыщенная витаминами. Потому что для того, чтобы питание было здоровым, все-таки в основном оно должно состоять из свежих или свежеприготовленных различных овощей, фруктов, ягод разных полезных. А летом для этого у нас есть возможности гораздо больше. Лето, ранняя осень. Если вы еще сомневаетесь, стоит ли вам сбрасывать вес, то сейчас вот нужно перестать сомневаться. Уважаемые телезрители, наш телефон, как всегда, в это время к вашим услугам. В 12.40 я повторю, мы работаем в прямом эфире, во все остальные выходы программы это запись программы. Поэтому сейчас у вас есть возможность задать вопрос нашему врачу-эксперту напрямую. Наш телефон 67-97-67. А я вот уже перейду к озвучанию вопросов, которые пришли раньше, в частности Алла, ей 49 лет. Она спрашивает, скажите, пожалуйста, можно ли похудеть летом, не занимаясь спортом? Можно похудеть, не занимаясь спортом в любое время года. Конечно же, для того, чтобы мы начали сбрасывать вес, у нас должен быть дефицит калорий. Как этого добиться? Либо меньше есть, либо больше тратить. А лучше и то, и другое, надежнее. Почему? Потому что если вы тратите слишком мало калорий при этом, у вас малоподвижный образ жизни, я сейчас не говорю о том, что для физиологии человека это в принципе неправильно. Мы рождены и созданы изначально для того, чтобы быть в движении. Но с точки зрения только потери энергии, если мы тратим слишком мало калорий, слишком мало энергии, это значит, что и получать с пищей мы ее должны мало. А очень трудно сделать так, чтобы мы составили себе такой рацион, чтобы он был и низкокалорийным, и при этом обеспечивал все необходимые потребности наши как нутриентов, то есть макро, микроэлементов, белков, жиров, углеводов, разных витаминов, биологически активных веществ. Без этого всего мы нормально себя чувствовать не будем. Поэтому вот этот баланс соблюсти, когда и калорийность будет ниже, чем та, которая у вас базовая, которая позволит вам снижать вес, и при этом у вас будет достаточно всего, чтобы не было дефицитов. Ну, без хорошей физической нагрузки сложно. Может составить такой рацион специалист, да, но ему придется очень постараться. Поэтому я бы все-таки рекомендовала, если и не занятия спортом, то активность физическую значительно повысить. Что это такое? Это прогулки, это занятия физкультурой, это активность дома, потанцуйте, делайте. Даже если вы будете обычные домашние дела делать под музыку, бодрую такую, веселую, зажигательную, то вы автоматически будете совершать больше движений, у вас будет больше амплитуда, и вы будете тратить больше калорий. А значит, вы сможете составить себе более сбалансированный рацион. Потому что, например, рацион на 2000 килокалорий и рацион на 500 килокалорий, они, конечно, очень сильно отличаются по набору нутриентов. И составить рацион такой, чтобы он был крайне низкокалорийный, если вы планируете все время только лежать, и при этом, чтобы он обеспечивал вас всем необходимым, сложно, и даже мне сложно будет. У нас уже два звонка. Мы слушаем вас внимательно, пожалуйста. Алло, алло. Меня зовут Виталий, вы меня слушаете? Да. У меня такой вопрос. Вот есть ряд заболеваний, в том числе сахарный, диабетный, инсулины. Очень много и врачей, и знакомых рекомендуют похудеть. А вот вообще непонятно, с чего можно начать. Как-то вообще не получается. То есть, во-первых, первый вопрос – это как приступить к похудению? Вот как составить план, с чего начать надо? А второй вопрос – может быть, можно с доктором как-то связаться после эфира, и может быть, индивидуально поможет? Вопросы сложные. Ну, конечно же, если вам ваш лечащий врач не дал рекомендации строгих по рациону, то самостоятельно, да, при поставленном диагнозе сахарный диабет уже рисковать не стоит. И подбирать себе рацион методом вот тыка. Конечно, нужно бы обратиться к специалисту. С чего начать похудение? Ну, вы, в общем-то, все правильно начали, вы начали изучать эту тему. Я бы рекомендовала в первую очередь безопасно отказаться от продуктов, содержащих простые углеводы. То есть, вы можете легко убрать из рациона все сладкое, все, что содержит рафинированные сахара, это продукты из белой муки, макароны, белый рис, хлеб, выпечка. Вот это точно не принесет вам никакого вреда, это не несет никакой опасности. А дальше уже с балансом белка, длинных углеводов и жиров, конечно, лучше проконсультироваться со специалистом. Потому что многое зависит от вашего возраста, веса, от того, какие препараты вы принимаете, от уровня физической активности, от наличия каких-то дополнительных сопутствующих заболеваний. Ну, много нюансов, о которых я не могу рассказать в общих чертах. Но от простых углеводов вы можете отказаться уже сейчас, заменив их на какие-то овощи, фрукты, ягоды с невысоким гликемическим индексом. Возможно ли личная индивидуальная консультация? Это вторая часть вопроса. Да, конечно. Можно связаться. Связаться, позвонив в центр медицинской профилактической медицины. И у нас новый звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, как относиться к фирме Эволар по этим биодобавкам? Спирулина там, брок? Фирма Эволар. Я поняла. Ну, во-первых, все биологические добавки, они, естественно, лекарствами не являются, они несут вспомогательный характер. И если ваш рацион недостаточно сбалансирован, и вы предполагаете, или, а еще лучше, ваш врач-лечащий сказал, что у вас есть некоторые дефициты после того, как вы сдали определенные анализы, показатели крови, после того, как он определил это, ну, при помощи осмотра и клинический, он вам рекомендует эти дефициты восполнить, то я, конечно же, в первую очередь хотела бы, чтобы вы восполнили их за счет своего хорошего сбалансированного рациона. Потому что человек, который питается правильно, ему биологические добавки не нужны. Но современный ритм жизни плюс недостаточная грамотность все-таки большинства людей в вопросах здорового питания, они приводят к тому, что у нас есть дефициты у большинства. Биологически активные добавки не рекомендую принимать самостоятельно, потому что многие из них содержат и 100%, и более 100% суточной нормы разных нутриентов. И очень легко можно их передозировать. Вот в чем опасность. Поэтому прежде чем принимать какие-то добавки, особенно те, в которых высокий уровень микроэлементов, витаминов, я бы рекомендовала сначала проконсультироваться с врачом или хотя бы сдать кровь на содержание вот этих вот нутриентов в организме, чтобы не допустить передозировки. Потому что она также опасна, как и дефицит вот этих веществ. Вот вчера буквально мы говорили о рассеянном склерозе и об аутоиммунных заболеваниях. И вот наш врач-эксперт, которая была в эфире, сказал о том, что увлечение иммуномодуляторами может привести к возникновению аутоиммунных заболеваний. И, вероятно, вот такое бесконтрольное применение БАДов тоже может запустить этот процесс. Мы многие жертвы рекламы, и если навязчиво рекомендуют укрепить свое здоровье при помощи какого-то препарата, то очень большой соблазн это сделать, потому что это просто. То есть каждый день питаться правильно, заниматься физкультурой, вовремя ложиться спать, получать положительные эмоции. Это большой комплекс работы над собой, но он приведет точно к результату. И сравните это с тем, что можно просто купить коробочку с пилюлями волшебными, какими-то разноцветными, и принимать каждый день по такой таблеточке. Естественно, трудозатраты и вообще все остальные ресурсы тратятся гораздо меньше при помощи этого. И поэтому нам легче поверить в то, что волшебные добавки сделают нас здоровыми. Я не говорю, что это плохо, но ими нужно пользоваться под контролем. Это не так безопасно. Не относитесь легкомысленно к тому, что вы употребляете. И у нас новый звонок, прямой эфир. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот вопрос к врачу. Да. Смотрите, а вы вот можете нам открыть свой рацион? Что вы завтра слушаете в обед? Я вот смотрю на вас, стройная девочка сидит вот такая. Конечно, я поделюсь, в этом нет секрета. Но сразу хочу сказать, что рацион для женщины с небольшим весом, не занимающимся, ну я, тяжелым физическим трудом, и мужчины с другими совсем параметрами и, возможно, совсем с другим уровнем физической активности, они точно отличаются, поэтому копировать мой рацион не стоит. Он, скорее всего, вам и не понравится. Ем я мало и только здоровую еду. Это какие-то смузи мои любимые на завтрак или кашка, немножко. Это различные овощи и кисломолочные продукты. Ну вот это основа моего рациона, а так как сейчас лето, то тут еще очень много ягод и фруктов, которые иногда заменяют мне целый прием пищи. То есть вместо обеда миска ягод, или вместо ужина каких-то несколько яблок вкусных, свежих, или дыня, или арбуз сейчас. Вот примерно и все. Животный белок два раза в неделю, не чаще порция. Вам нельзя так питаться. А вот что бы вы посоветовали мужчинам? Вот я смотрю, мужчины нам с давным звонят в эфир, это, конечно, очень радует. Но вот что можно посоветовать мужчинам? Ну, конечно, во-первых, калорийность рациона у вас выше, потому что у вас обмен веществ совсем другой, милые мужчины. Во-вторых, животного белка в пропорции вам нужно больше. И его не просто, не каждый день, его по требованию, если вы чувствуете, что вам не хватает, его можно два раза в день даже себе в рацион добавлять. Просто он не должен быть слишком большого объема. То есть порция белка, продуктов с высоким содержанием белка, это мясо, рыба, какой-то творог, яйца, не больше 150 граммов за один раз. И она должна быть сбалансирована обязательно какими-то овощами, фруктами, для того, чтобы у нас как следует растянулся желудок, выделились необходимые пищеварительные соки, и это все как следует переварилось и принесло нам пользу, а не просто так прошло транзитом по желудочно-кишечному тракту. Конечно, мужчинам нужно получать больше калорий, но тоже не из простых углеводов, то есть не из макарон, в основном не из картошки, не из хлеба. Желательно, чтобы это были цельнозерновые крупы, которые очень полезны и с точки зрения того, что там много витамина группы В, а они вам, дорогие мужчины, тоже очень нужны. Еще я бы рекомендовала мужчинам включать активнее в свой рацион разные семечки и орехи. Считается, что это такая женская тема, что-то несерьезное на самом деле для мужского здоровья и обмена веществ. Вот кунжут, льняное семя, семена подсолнечника, тыквенные. Добавляйте их себе в салатики, в кашку, когда вы едите, просто можете съесть горсточку с какими-нибудь ягодками, это пойдет на пользу именно гормональному фону мужскому. Ну и рекомендовала бы включать активно морепродукты хотя бы раз в неделю, тоже для того, чтобы уровень цинка, селена, хрома у вас был достаточный, для того, чтобы вырабатывались необходимые мужские гормоны. Не превышайте калорийности, потому что это ведет к отложению жира. А жир – это у нас депо женских половых гормонов, уровень которых, если у мужчины повышается, ну, это не приводит ни к чему хорошему. Ну, кажется, все сказала. То, что можно сказать в общих чертах. А что вы можете сказать насчет пивных животов? Ну, мужчины любят пить пиво, особенно летом. Ну, те, кто любят пить пиво, они любят, наверное, пить его круглый год. Я бы сказала, что вообще отложение жира в области живота – это самый неприятный признак, ну, и для мужчин, и для женщин. Потому что в какой-то момент, когда количество вот этих жировых клеток в области живота переходит определенный уровень, происходит такой качественный скачок, и эти клетки начинают вырабатывать гормоноподобные вещества, которые у нас регулируют аппетит, в плане того, что еще и достаточный уровень сахара, и мы не голодные, а уже хочется есть. А во-вторых, они начинают регулировать уровень гормонов и перестраивать его, да, в сторону того, чтобы все больше откладывалось жира дополнительно. Таким образом, порочный круг. Как только у нас нарастает определенного размера животик, он начинает работать на себя. То есть поведение человека смещается в сторону того, чтобы все его действия привели к дополнительному увеличению этого животика. Конечно, пива нету определенных таких серьезных клинических исследований, исследований международных, которые провели бы четкую связь между тем, что вы пьете много пива, и вот у вас вырос, ну, обязательно у вас будет такой живот. Тем не менее, исследования эти продолжаются, и я бы не рисковала, злоупотребляя пивом. И вообще, алкоголь все-таки яд. Как ни крути, он оказывает нейротоксическое действие, мозг разрушает печень. Поэтому, что бы ни говорили о том, что в живом пиве много витаминов, и это же здоровый натуральный продукт. Нет. Выпейте лучше зеленого чая или чая травяного, и получите удовольствие даже от еды за счет каких-то безопасных и низкокалорийных продуктов. То есть я уверена, что любой человек с интеллектом найдет возможность доставить себе какие-то радости, не прибегая к искусственным стимуляторам в виде алкоголя и какой-то калорийной еды. А пиво все-таки калорийное. И даже не в пиве-то дело, наверное, там, ну сколько, 40-50 килокалорий на 100 грамм, ну, не самый калорийный продукт, есть и гораздо более вредный. А в том, что когда пьем пиво, то все вот эти закуски к пиву, орешки, снеки, вот эти копченые куриные крылья, чипсы, ну, это просто источник жиров, соли и углеводов. И тут невозможно не набрать вес, если хотя бы несколько раз в неделю вот этому вот, вот этим вот злоупотреблять. Следующий вопрос от Марины, ей 36 лет, и она пишет, что работает дистанционно, график свободный. Я классическая сова, говорит Марина, лучше работаю ночью, часто просыпаюсь в полдень и ложусь спать примерно в 4-5 утра. В связи с этим вопрос, можно ли есть Марине после 18.00? Как сдержать вечерний аппетит? Очень частый вопрос про вечерний аппетит. Ну, во-первых, Марина должна сказать, что нету ни жаворонков, ни сов. Если человек правильно составляет свой режим дня, то любой перестроит его на нормальный в течение недели. Это я вам могу сказать со стопроцентной вероятностью. Но тем не менее, если вам по каким-то причинам так удобно, попозже вставать, попозже работать, то, конечно же, есть нужно все равно, когда вам хочется. Потому что если у вас еще впереди продуктивная какая-то часть дня, и она приходится на ночь, то ее нужно подпитать. Мозг питается сахаром, ничего тут не поделаешь. И к тому же, если вы будете есть, например, один в день, раз в день только после того, как проснетесь после обеда, то вы не получите всех необходимых веществ, и у вас будут формироваться дефициты. Я бы рекомендовала вам начать не с этого, а с того, чтобы построить график правильнее. То есть от того, что вы просыпаетесь днем, и большую часть светового дня, когда у вас гормональный фон самый продуктивный, вы его проспали, ничего хорошего нет в этом. Ни для здоровья, ни для вашей эффективности в работе, ни для настроения. А для того, чтобы не перевозбудить нервную систему поздней едой, я бы рекомендовала все-таки ближе к ночи не есть продуктов с животным белком, особенно мясо, потому что они повышают уровень адреналина, у вас начнет вырабатываться. Организм подумает, а мясо, мы охотимся, значит, мы активны, спать не надо еще больше, и совсем заблокируют выработку мелатонина. А во-вторых, не злоупотреблять на ночь продуктами, ну, блюдами с пряностями, потому что тоже они возбуждают нервную систему. Естественно, крепкий чай, крепкий зеленый чай, кофе тоже убрать, пить травяные чайки разные, зеленый, с ромашкой, с мятом, это будет прекрасно. Ну и отдавать предпочтение еде вечером – это длинные углеводы. Ну что это такое? Это разные крупы цельнозерновые, это разные овощи тушеные, фрукты с невысоким гликемическим индексом. Тогда вы будете и сыты, вы накормите свой мозг углеводами, которым вы работаете ночью мозгом, ну и не наберете ничего лишнего. Время просто тает на глазах, да, остается 4 минуты. Но вот этот вопрос, мне очень хочется, чтобы он был задан. Ника его сдала, ей 19 лет, и она спрашивает, сколько литров воды нужно выпивать в день, как рассчитать свою норму, есть ли рекомендации для гипертоников. Маме 45, у нее гипертония, ей врач не рекомендует пить много воды. Значит, для Ники 19 лет и ее мамы 45 лет, это, конечно, совершенно разные рекомендации. Ну, во-первых, ну, средняя норма воды – это 30 мл на килограмм веса. Но учтите, что если вы занимаетесь дополнительно физической активностью, если в помещении или на улице жарко, если у вас есть какие-то другие источники потери жидкости, то эту норму нужно увеличить пропорционально. И, конечно же, не обязательно пить только воду. Если вы боитесь, что по каким-то причинам от воды у вас будет задержка жидкости в организме, ну, во-первых, да, в первую очередь нужно слушаться своего лечащего врача. То есть по каким-то причинам он вам ограничивает количество жидкости, значит, наверняка у него на то есть основания. Если четких рекомендаций нет по ограничению жидкости, то я бы рекомендовала пить не воду, а различные травяные чаи, которые обладают мочегонным эффектом, мягким мочегонным эффектом, и при этом они выполняют все функции воды, то есть они промывают наш организм от всякой грязи, и при этом они не дают задерживаться жидкости, они приводят в некоторый тонус наши капилляры, сосуды, они помогают работать почкам. В общем, от них одна только польза. Поэтому выберите себе на вкус разные виды травяных чайков. Я бы предложила, например, опять же, мяту мелиссу, брусничный лист, ромашку. Выберите то, что вам нравится. В первую очередь, так как вы их будете пить много и часто, это должно приносить вам удовольствие. Добавляйте туда разные ягодки свежие. Это тоже усилит эффект, к тому же сделает более вкусным этот напиток. И тогда, скорее всего, опасность того, что жидкость будет задерживаться, ее не будет. Если задержка жидкости из-за дефицита микроэлементов, вот варите себе компотик из сухофруктов, без сахара, естественно. Там будет много калия и магния. Это тоже улучшает работу почек и тоже помогает выводить жидкость лишнюю. Буквально минута осталась. Но вот еще, может быть, вопрос Инны, ей 26 лет. Она спрашивает, скажите, доктор, какие фрукты не стоит есть при похудении и полезно ли устраивать арбузные дни? Я бы не рекомендовала есть много винограда, если вы хотите снизить вес. Фактически на все остальные фрукты, ну, смотрите по ощущениям. Да, хурма достаточно калорийна, бананы, может быть, не стоит их есть столько, сколько хочешь прям. Все остальные можно есть по желанию, по чувству голода. Вообще интуитивное питание – это самое лучшее. Если вы видите, что перед вами лежит пирамидка из яблок, и вы готовы ее съесть за день, то, пожалуйста, значит, организму хочется. Разгрузочные дни арбузные. Да, есть такой способ. Я считаю, что он хороший. Есть очень немного противопоказаний для проведения арбузных разгрузочных дней. То есть это, конечно, сахарный диабет, инсулинозависимый. Это различные острые заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Ну, и индивидуальная непереносимость. Вот, в общем-то, и все. Всем остальным ориентировочно 2 килограмма арбуза в день и дополнительно еще различные виды жидкости, то есть лучше всего вода, зеленый чай, травяные чайки. Это будет отличная разгрузка, легкая, приятная. Вы о ней потом будете вспоминать с удовольствием, как хорошо было на таком разгрузочном дне. Один раз в неделю или можно... Начать лучше с одного раза в неделю. Я бы рекомендовала два разгрузочных дня в неделю, если вы хорошо их переносите, но пусть это будут не только арбузные дни, потому что слишком однообразные тогда будет ваше питание за неделю. Пусть один день будет арбузный, а другой, например, какой-то овощной с зеленью. Вот так. Ну вот даже не знаю, успеем мы еще один вопрос. Нет, не успеваем. Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли. Вопросов много и не на все мы успели ответить. Но будем надеяться, что вы придете к нам еще раз, и мы продолжим эту очень актуальную для многих тему. Но сейчас я хочу напомнить, что мы в 12.40 работаем в прямом эфире, а все остальные выходы программы в записи идут. И завтра темой нашего выпуска будут неврологические последствия коронавируса. К нам в студию придет заведующий неврологическим отделением клиники номер один Центральной городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Павел Владимирович Стариков. Готовьте вопросы для прямого эфира, задавайте их заранее на сайте интернет-издания «53 новости» и в группе «Скажите доктор». И просто внимательно завтра смотрите наш выпуск. Ну а на сегодня все. До новых встреч и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова